Всем привет, дорогие друзья, с вами GamePlan, меня зовут Юрий Аксёнов, и это обзор на игру Новый Человек-паук. Да-да, компания GameLoft сделала ещё одну игру про этого знаменитого героя комиксов Marvel. Игра представляет из себя раннер, но перед тем, как, наверное, проклинать его, давайте всё-таки посмотрим, может быть, раннер окажется не таким плохим, как мы думаем. Итак, что здесь вообще у нас есть? У нас есть раздел Ночь Гоблина, точнее, это раздел Сценария, то есть здесь вы будете читать своеобразные такие маленькие комиксы и проходить кампанию. Дальше у нас есть вот этот вот раздел, это Бесконечный Забег, там мы просто бегаем бесконечно, сколько нашей душе угодно, собираем вот эти вот штучки, которые являются своего рода очками. Дальше у нас есть вот этот вот раздел, здесь мы что можем делать? Давайте зайдём в мою команду, здесь я вот несколько Спайдерменов вытащил, ну а вообще Спайдерменов мы можем переманивать из других вселенных, точнее, из параллельных реальностей. Ну что ж, давайте посмотрим, наверное, на кампанию, расскажем об особенностях. У вас имеется 5 очков Спайдермена, максимальное количество, то есть вы можете 5 раз начать выполнять миссию или выполнить 5 миссий, как вашей душе угодно, так и называйте. Ну что ж, давайте попробуем пройти одну из миссий против Серого Гоблина. Мы, кстати, можем выбрать обычного Спайдермена, или же мы можем выбрать какого-то немного анимешного Спайдермена. Даже не знаю, кого выбрать, давайте выберем его и попробуем побегать за него. А когда он только появился... Ага, уровни. Ему не хватает уровня. Ага. А, нужен уровень 5, поэтому мы не можем, собственно, здесь участвовать. Но вот в этом забеге, я думаю, у нас поучаствовать получится. Давайте отправимся и посмотрим на саму игру. Гоблин отправляет своих бойцов в Оскорп. Там у них большие запасы ISO 8. Это Ник Фьюри, кстати. В Оскорп есть ISO 8, а разве правительство не должно следить за хранением этого редкого изотопа? Вы что, снова все упустили? Отправляйся туда и останови их. Да, Ник Фьюри на самом деле всегда был белым, а вот в киноверсии Мстителей он почему-то стал черным. Ох уж это, так сказать, не знаю, как это даже назвать. Это, мне кажется, полный бред, когда делают в фильме Тор хранители врат черным. Но это же неправда, зачем перевирать не могло в Скандинавии жить негров и тем более, чтобы негры были хранителями врат. Ну вот, блин, пока вам рассказывал историю про черных и белых, врезался, к сожалению, в препятствии. Давайте посмотрим на обычный режим игры, точнее на бесконечный. Побегаем в нем, выберем обычного персонажа и посмотрим на все прекрасности этой игры. По графике игрушка очень сильно напоминает такую рисовку, которая используется в комиксах. Здесь достаточно часто присутствуют различные вставки. Например, как сейчас, вставка вперед была, которая тоже очень похожа на вставку из комиксов. Например, когда мы бьем кого-нибудь, тоже такие вылетают облачка, которые содержат такие надписи, как шмяк, бэнк-бэнк, клац-клац и прочее-прочее. Ну, в принципе, что можно сказать про этот раннер? Он классический, бегаем мы по трем полосам, но здесь есть, конечно же, свои фичи. Например, наш Человек-паук может цепляться на паутине. И иногда это необходимо будет для того, чтобы пролетать через определенные участки, где будет открытое пространство и не будет земли под ногами. Также здесь присутствуют противники, которых вы можете уничтожать. Причем каждый противник уничтожается по-разному. Есть вот такие вот противники, которые летают в воздухе, их необходимо уничтожать с прыжка. Есть наземные противники, в них нужно либо подкатить, либо тоже прыгнуть. Есть противники, которые открывают читы, и их можно атаковать только если вы совершите подкат. А так как это бесконечный режим, то здесь вы будете между различными локациями участвовать в забегах. То есть сейчас мы уже попали в другую локацию и продолжаем забег здесь. Здесь, конечно же, немножко поинтереснее, но и, конечно же, посложнее. На мой взгляд, раннер получился неплохой. Хорошо, что разработчики сделали два вида игры. Это кампания и бесконечный забег. То есть мы можем побегать с целью, либо же просто для того, чтобы прокачаться, заработать достаточное количество пузырьков и в будущем разблокировать следующие миссии. Единственное, что мне не понравилось. Не понравилось мне то, что в режиме кампании у нас присутствуют паучьи головы, которые позволяют только пять миссий пройти, точнее пять попыток получить. Что мне понравилось? Мне понравилось, что здесь есть глобальный рейтинг. То есть вы устанавливаете свои очки, набираете рекорд и появляетесь вот в таком вот глобальном рейтинге. Кстати, можно посмотреть, кто здесь есть, у кого сколько очков. И это только 14948 места. Офигеть! То есть я где-то примерно на 15-тысячном месте. Хотя, когда я игру скачал днем играл, то я тогда занимал место, если я не ошибаюсь, 3,5-тысячное, что ли, примерно вот так вот. А теперь, когда игроков уже появилось много, я стал 15-тысячным. Устанавливайте свои рекорды, покоряйте рейтинговые таблицы, вытаскивайте спайдерменов из разных параллельных вселенной и играйте за них. Я думаю, здесь будет достаточно много интересных и необычных вариаций.